приветствую зритель нашего канала и сегодня на самом деле на это время у меня были несколько другие планы а план был записать первую часть по крайней мере вебинара по нормализации отжига как я и обещал в анонсе но что называется расскажи богу о своих планов планов пусть он посмеется соответственно когда мы окончательно обсуждали окончательно окончательно обсуждали окончательно хорошо сказал версию этих вебинаров с артёмом у нас родилась мысль все-таки еще раз попытаться довести до вас вот ту информацию которую я сейчас буду вам излагать назвал этот внеочередной внезапно родившийся вебинар знание основа основа умения и надеюсь вы поймете почему мы захотели это сделать перед тем как все-таки начать публиковать они будут опубликованы вот эти самые вебинары наверное потом еще какие-то будут но все-таки мы решили опубликовать сейчас вот это общее название что зданию под названием умение необходим фундамент знания или о первых шагах в данном случае мы говорим о любом виде человеческой деятельности но в конце концов мы с вами придем к изготовлению ножевых изделий ну здесь я просто несколько картинок подобрал на обум что называется в интернете весь здесь пловцы и гонщики и начинающий футболист и вкусный шашлык и кто-то играет на пианино на фортепиано вот и всем понятно вообще нормальная жизнь для того чтобы чего-то достичь чтобы вот так вот прыгнуть в тумбочки в бассейн чтобы гнать по кругу на вот тут макларен на первом месте да или даже квалифицированно достаточно ударить по мячу надо на самом деле ну принять решение этим заниматься во вторых достаточно долго тренироваться и что-то узнать поэтому соответственно всегда мы где-то делаем и в жизни и в какой-то нашей деятельности первый шаг и такой шаг вы знаете такой достаточно трудный и желательно чтобы на этом пути кто-то нас поддерживал вот теперь если мы перейдем к изготовление ножей то здесь я представил я когда школе хорошо писал сочинение и изложения да поэтому так представил от какого-то лица что кто-то вот решил заняться изготовлением ножей это сложно и интересно увлекательно да но кого-то есть свободное время кто-то решил бизнес на этом сделать то для себя для друзей ну такое-то хорошее решение да и даже могу сказать что не всегда мужское решение да в основном мужчина занимается но я знаю что есть уважаемые представительницы не побоюсь на это слово существование слабого повода в данном случае не слабый повод крайне уважаемые женщины да вот которые в все этим занимаются без всякой родины но опять когда вот приняли вас если вспомнить самих себя наверное было так вот все да я буду делать мне это интересно я хочу куда пойти куда податься да кто ж там разберет как практически в одной из песни владимир семёновича ну ладно пойду сам чем меньше знаешь тем обычно легче кажется каждый месяц стратегом видя бой со стороны но все-таки какая-то информация нужна скорее всего не в учебниках потому что их надо еще найти должны еще разобраться ну ладно интернет в частности есть интернет youtube и так далее ну вот мдаш твою да ну да поди да да шо и так собственно перлив может это перловка вообще не перлить собственно что это такое мозг конечно плавится тут я могу понять тут еще узнал что есть карбиды они там тоже плавятся или растворяется есть какая температура аустентизации что-то такое если вообще до этого дошло начитался ну изначально понял что должно быть горячо да и вот что-то куда-то надо засунуть чтоб это как-то остыло в чем там воду или в чем там в отходы масла на это уже другая история ну ладно с утра как-то понеслось все горячо что-то и нагрел где-то искра летят до потею всех победил вынул на что-то все как-то вот не так а почему очень-то является фактом но это просто факт это не то что это в общем-то это минус конечно но это вот это факт что большинство на же дело в том числе не является специалистами в никакой металлургии есть конечно те кто заканчивал какие-то ну или металлообработка там есть какой-то курс может быть или в техникум или в институте или может быть есть какие-то профессиональные металлурги но другой вопрос что особенно если кто профессионал тот прекрасно знает и понимает да о чем я говорю что ни в каком институте у нас нет отдельного курса даже для металлургов курса отдельно металлургии инструментальных стали вопрос не существует нигде то есть это как-то упоминает что есть такие такие класс стали там одна графа на одна голова несколько абзацев и вот собственно на этом как бы все потом есть какие-то рекомендации в гости я могу сказать то же самое как рекомендации не только в гости но и вот наших поставщиков зарубежных они абсолютно не привязаны большинство из них 90 плюс плюс процентов к производству ножей они рассчитаны я говорил об этом своих вебинарах они просто рассчитаны на получение что называется средних характеристик стали а дальше как раз надо знать и понимать но такое начало хорошо поэтому мы занимаемся вы знаете кто-то с нами работает артем у нас вообще профессиональный металлург и плюс к этому бесценный опыт работа как раз инструментальными сталями и он что называется я уже неоднократно говорил человек богом поцелованный что называется в надлежащее место по этой теме как бы да я занимаюсь этой темой уже двадцать шестой год я не буду вот как раз с высококачественными сталями и в конце концов вот у нас несколько лет назад пришла мысль опять-таки мы что же прогрессивные открыть вот этот сам youtube канал и конечно одна из целей это что называется представить наши стали и что-то там такое про рекламировать но реклама она должна быть максимально честная как бы да потому что и коммерция и все остальное должно быть максимально честное и что называется понятно но с другой стороны мы зная уже что вот то что я вам сказал до этого что информации мало что она вот если в интернет залезть перестанешь верить в человечество да чего там по написано да то есть выдрать оттуда какое-то разумное зерно бывает даже со своими знаниями но крайне вообще крайне затруднительно вот но мы решили все-таки сделать такой канал и представить на нем проверенную достоверную непредвзятую что что тоже важно и основанную на многолетнем опыте информацию о стали методах обработки включая термообработку почему методы обработки поскольку мы говорим в том числе и о методах механической обработки для некоторых стали и для вы знаете есть электроэрозия да и так далее термообработка без которой на самом деле вообще что называется нежисть называется и вся информация о сталях которую вы знаете у нас есть достаточно много вебинаров картышей так называется посвящена каждой марке стали и там представлены режимы термообработки базовые как раз с точки зрения получения хорошей режущей кромки ножей я имею ввиду ножи начинает кухоньку заканчивать тактическими бушкрафтами там и так далее вот эти названия которые там где-то родятся и мы знаем прекрасно вот это все отработано что по этим базовым режимом термообработки указанных в рекомендации на канале вы гарантированно получите хорошо режущий нож можно сделать какую-то другую чтобы нож резал еще лучше наверняка можно и об этом тоже сказано в вебинарах вы внимательно смотрели и смотрели вообще но опять-таки для того чтобы сделать еще лучше надо сделать сначала хорошо то есть сначала освоить базу в имеющихся у вас условиях потому что у каждого из вас это же не промышленный цех жестко отработанных налоги свои печи свои двери гаража свое масло и так далее так далее так далее так далее то есть вам ваших в ваших этих условиях надо научиться делать базу и мы говорим в том числе и я говорю да вы знаете что у нас огромный объем информации по термообработке ну там говорится акрил циклирование многократно устренизации бините и так далее так далее о том чтобы просто знали об этих возможностях но это не говорит о том что в этот ОМУг наọт сразу кидаться отбросить базу и вот Андрив Вадимович сказал про циклирование я сейчас начну тут хочу циклирования а циклирование это база то есть а это то получается а А если сейчас это циклирование, мы точно понимаем, о чем мы говорим на этом этапе. Но вы же знаете о рекорде на 100 метровку, о пианисте Гильдельсе, который там играл, о многих других чемпионах. Но вы же поймете, что вы сейчас не выйдете на 100 метровку и не побьете этот рекорд. Сколько он там, 9-70, сколько-то. Понятно, что тренироваться надо. И даже при тренировке, может быть, вы этого результата не достигнете. То есть нужно, как я здесь называл, сноровка, закалка, тренировка. То есть нужно освоить базу. Надо по беговой дорожке хотя бы научиться ходить. А потом уж, да, потом начать где-то там бегать. Всем же понятно, что если сразу учиться плавать посреди океана, ну, конечно, такой способ существует, да, брось в реку, да, или в океан. Но так-то себе затея это вообще, да, поскольку можно поплыть по вертикали. С вышки с 10-метровой сразу прыгнуть. Ну, наверное, разумный человек поймет, что как-то лучше сначала освоить с бережка сначала как-то калачиком, потом, может быть, рыбкой, потом еще чего-то. Сразу в гоночную машину сесть, столбы считать. Шуберта начать играть на одной стороне, в траве сидел Кузнечик, собственно, понимаете. И точно так же, как для того, чтобы стать перворазрядником, вот то, что я здесь перечислил подряд, что по плаванию, шелку, прыжкам в воде, воду, гонкам, кашей, котлетам, бильярду, бегу, игре на гитаре, баяне, забивание свай, строительство домов, влажни по канату и что угодно тут дальше придумываете. Любые тут словосочетания и любой вид деятельности. Так и в термообработке. Сделайте первый шаг с поддержкой. Вот как раз наш канал, в данном случае, это вам поддержка. Узнайте, поймите и твердо освоите еще раз в ваших условиях базовую термообработку, которая указана на канале. Научитесь правильно нагревать терморушивый нагрев на нужную температуру, правильно охлаждать и правильно отпускать. Вам надо отпуск. Правильно. Зная и понимая, что вы делаете. И вот этого может быть достаточно в 90+,+,% случаев. Три аккорда. А песен сколько? Эти каждые три аккорда, эти три аккорда, ля минор, ре минор и ми мажор. Каждый играет по-своему. Далее. Начните сразу с понятных качественных стали. С предсказуемыми повторяющими характеристиками. Именно этими сталями мы и занимаемся. Но опять-таки, я прошу понять меня правильно. Я вовсе не говорю, что вы не можете найти эти стали где-то еще. Но они должны быть понятные. Потому что шашлык из стухового мяса точно не получится. Но в конце концов, отобьет охоту этим заниматься. Почему у меня шашлык не как у Ашота? А может быть у Ашота просто мясо лучшее? И барашек молодой. И больше Ашота никакого секрета не имеет. Но шашлык не оторвешь. Если стали у вас каждый раз разные. Ну вот я сейчас слушаю. Я подешевле возьму чего-то. Начну с дешевого освоя. Потом к вам приду. Мы вот это дешевое называем ЛГ. Любое ОЛНО. Если вы с таким работаете, с ЛГ, то у вас что-то по-другому. Каждый раз что-то получается. А что оно получается каждый раз? Да потому что у вас каждый раз основа разная. То что мы делаем? Если вы все это освоили. Если вы что-то работаете. И вы твердо понимаете, что вы делаете на вашей базе. Но хочется что-то поменять. Понятно, человек такая, что он зараза. Хочется что-то поменять. Но меняйте по одному параметру за раз. Менять температуру аустентизации, например. Оставляйте отпуск такой же. Меняйте отпуск температуры и так далее. И фиксируйте все. Фиксируйте все. На бумаге. Не надейтесь на память. Она не твердая. Не мартенситная. Поэтому еще раз. Хочу быть и надеюсь быть услышанным и понятым. Сначала знание о базовой термообработке. А потом стены и крыши с евро, прости господи, ремонтом. То есть там 18 раз криву можешь делать. 25 циклирований. 10 отпусков. Что там еще для маркетинга. Вот завтра сейчас начнется клинок. Там можно проходить. Там можно много интересного увидеть. Эти все языки пламени. Там еще что-то. Это никуда не денется. И никуда от вас не убежит. Но я вас уверяю. Этим будет приятнее вам самим заниматься. У вас уже как специалист. Когда вы понимаете, что вы делаете. А не просто где-то что-то начитались. И вот я вот это прочитал где-то. И я пойду это делать. Вопрос зачем? Если вы хотите сделать нож, то вы попали в то самое место. Вы можете найти рекомендации по той стали, которой вы занимаетесь. Хотите заняться. Сделайте вот это. И посмотрите, что у вас получится. У вас должно получаться. Потому что здесь все проверено. Поэтому узнать, запомнить, выучить, научиться, повторить, освоить. Искать затруднения опять по кругу. За парту, господа, товарищи. Я слезаю с броневичка. И надеюсь, вот на клинке с кем-то вас встретится. Пишите здесь, соответственно, ваши отклики. Подписывайтесь. Еще раз. Для вас это ничего. Но нам, опять я еще раз повторю. Нам важно знать, что мы кому-то нужны. Ну и до новых встреч. Успехов вам всем. Продолжение следует.